Друзья, всем привет! Давненько не было выпусков на моем канале. Прошу прощения, обещаю исправиться. Сегодня поговорим про вот этот автомобиль Chevrolet Cruze, который сзади меня находится. Расскажу вам все тонкости покупки. Этот автомобиль мы привозили клиенту под ключ. Расскажу вам, какой бюджет он получился. Расскажу о том, почему мы не вписались в бюджет, причем довольно сильно. Чья в этом вина? Посмотрите, сделайте свои какие-то выводы. Я думаю, будет интересно. Сейчас я еду за клиентом, встречать его на автовокзал. И по дороге уже расскажу вам о всех тонкостях, всех нюансах приобретения вот этого автомобиля. Поехали! Итак, друзья, давайте расскажу обо всем по порядку. Обратился ко мне клиент Александр с желанием приобрести автомобиль Chevrolet Cruze с бюджетом ориентировочным 8,5 тысяч долларов под ключ. Бюджет вполне реальный, как мне тогда казалось. И решили работать по стандартному плану. Крузов довольно много было на аукционах. Торговали мы их, наверное, порядка недели. Но все уходили дороже. Пробег мы хотели в районе 100 тысяч километров с небольшим пробегом, естественно. Поэтому не получалось у нас купить автомобиль с таким пробегом в такой бюджет. Не знаю почему. Крузы реально в последнее время очень сильно подорожали. И привезти его в 8 тысяч, ну, можно только с пробегом 100 тысяч миль и больше. Потому что раньше Круз вполне легко получался в бюджет, 8 тысяч долларов под ключ. Сейчас такой автомобиль, к сожалению, не получается. Торговали мы торговали. И вот на аукционе появился лот, который вы, собственно говоря, уже и видели. Сегодня в боксе за моей спиной. Это 2015 год. Рестайл. Переходная модель. Она выпускалась там всего лишь один год. И в 2016 году во второй половине уже выпустили второе поколение Chevrolet Cruze. Поэтому автомобиль довольно редкий. Выглядит он чуть интереснее, чем предыдущее поколение, благодаря этому рестайлингу. Но в связи с этим есть определенные сложности в ремонте. Запчастей на такую модель на разборках очень мало. Поэтому покупать запчасти нужно будет либо новый оригинал, либо новый Тайвань. Бэушку найти оказалось очень сложно. Но основная проблема была не в этом. Показал я Саше этот лот. Ему он очень понравился. Ему понравился цвет. И понравилась комплектация. Пробег нам подходил. Там 103 тысячи километров было в переводе на километры. Машина очень понравилась. Я сразу предупредил, что из опыта уже предыдущих двух недель торгов она в 8,5 не будет. И Александр согласился на такой автомобиль увеличить немножко бюджет до 9 тысяч долларов. И так получилось, что мы выиграли этот автомобиль за 2400 долларов. Это довольно дорого для Круза. Хотя по нынешним временам, ну вот так они стоят. 2400 она сыграла. И вроде бы в бюджет 9 тысяч мы должны были вписываться. Плюс-минус может быть с каким-нибудь небольшим запасом. Или может быть с небольшим каким-то вылетом за бюджет. Автомобиль в Кыревом Роге уже привезенный, растаможенный, без ремонта. Там сертификации учета получился нам 6 тысяч, по-моему, 800 долларов. Ремонт уместился в 1800 долларов. Все полностью запчасти и работа. Сертификация 240 долларов. Постановка на учет тоже с налогом, при первой регистрации, получилась 240 долларов. Общий бюджет автомобиля уже с ремонтом на номерах получился 9 180 долларов. Вроде бы никто никуда не вылез. 180 долларов это, да, неприятно, но это не такая большая погрешность. Особенно учитывая то, что в этот момент растаможка на автомобиле из США подорожала. Если бы не эти дополнительные 200 долларов, которые Александр заплатил при растаможке, мы бы, наверное, писались бы в бюджет четко. При том, что нас немножко подвело то, что мы не планировали покупать решетку верхнюю. Там решетка состоит из крупной, которая в бампере, и верхняя, которая чуть более узкая. Она казалась нам по фото целая, и вроде бы она была визуально целая, но когда мы сняли ее с автомобиля, когда уже начали разбирать, дефектовать все полностью, оказалось, что хром в трех местах треснутый, плюс вот эти ламели, которые в решетке треснуты, в общем, она не держится, ее можно было как-то клеить, паять на герметик, но выглядела бы не очень, решили ее заменить. Столкнулись с проблемой, как я уже сказал, запчастей очень мало на эти автомобили. Неоригинальная решетка стоила 200 долларов, вот такая. Это просто какой-то абсурд, и причем под заказ ее нужно было ждать 2-3 недели за вот эту узенькую маленькую решеточку. Тайвань 200, оригинал вообще 400 долларов. Вы можете себе представить, на Chevrolet Cruze оригинальная решетка 400 долларов. Ну, если кто-то ориентируется в ценах там на запчасти, на другие автомобили, ну, это просто космос. Вот это вот недостаток вот этого автомобиля. Он красивый, да, их мало, но очень дорого получились запчасти. Особенно все то, что касается, то, что именно не подходит с прошлого поколения. Нашли, слава богу, бэушную на OLX, слегка там поврежденную, но в гораздо лучшем состоянии, чем наша. Подремонтировали ее, сейчас выглядит все классно, то есть, ну, визуально снаружи никаких отличий, никаких дефектов на ней нет. Короче говоря, 9200 долларов. Куда же вы вылезли из бюджета, спросит кто-то из вас. Но подождите, это только начало истории. Вот как раз идет Александр. И сейчас уже вместе с ним вам, наверное, расскажем продолжение. Здравствуйте. Саш, привет. Ну как? Дождался. Дождался, наконец-то. Жена такая вчера, он все говорит, так это завтра. Я уже жду в эйфории. Ты без жены приехал? Да, сам. Я как раз в видос пишу про приключения все связаны с тачкой. Не против? Да, пожалуйста, без вопросов. Как раз дошел до момента, когда вот эти все приключения начались, ну, когда ремонт мы сделали. И там, в общем, не секрет, да, мы вылезли из бюджета там в 9000, который планировался изначально. Притом там, ну, порядочно вылезли. И я же сейчас как раз рассказал, сколько нам получилось до вот этих всех историй. А потом сейчас начал рассказывать, что же пошло не так. Короче говоря, друзья, первое, что пошло не так, термостат. Горел чек на щитке приборов, сделали диагностику. Неисправность была термостата. Причем термостат оказался на GM очень интересный. Он с электронным подогревом. И когда фишку снимаешь этого подогрева, чек пропадает. Ну, то есть, как бы, сам термостат, возможно, скорее всего, даже был рабочий. Но когда ставишь фишку на место, догорается чек, пишет вот именно этот код неисправности. Оказалось, что это специально нагревает, он управляется блоком управления двигателями, этот термостат. И в определенных моментах, когда система понимает, что обороты двигателя высокие, нужно дать сигнал на нагрев этого элемента, чтобы термостат открылся, чтобы избежать возможного потенциального перегрева мотора. Я не знаю, зачем было так усложнять. Это как бы всего лишь Круз 1.4, да, вроде бы не гоночный болит. Я не думаю, что ты выйдешь в нем на VTCC участвовать. Но, как бы, тем не менее, такой термостат, и он требовал замены. Стоил он 1300, плюс параллельно уже пришлось, конечно же, поменять и антифриз. Как потом оказалось, уже в Америке лазил кто-то в этот термостат. Я сбрасывал Саше фотографии, там видно было герметик, это явно не заводское исполнение. Уже кто-то что-то с этим термостатом пытался делать. Не знаю, как они там, что в Америке ремонтируют, но вот на фотке вы видели, как это все выглядел, этот приклеенный герметик. Обошлось это все 1300 сам термостат, плюс, по-моему, 500 гривен за антифриз. Может, сейчас ошибаюсь, там если что поправляем. Где-то так. Потом Саша еще захотел поставить защиту двигателя, кольчугу мы ему приобрели, установили. 2 550, она обошлась, там, плюс доставка. Ну, короче, такой нужный, ненужный аксессуар. Уже Саша решил, что он нужный, так как работал под ключ, все желания клиента закон, купили, поставили, не вопрос. Вторая проблема, с которой мы столкнулись, не работал, не показывал давление на щитки приборов в заднем правом колесе. Думали, что-то неисправность с датчиком, непонятно было что. Естественно, сняли колесо, посмотрели, почему-то датчика там физически не было. Опять же, я не знаю, куда он делся в Америке. Короче, датчика там физически не было. 3 датчика было, они показывали, 4 не было. Можно было забить на это и ездить там, 3 давления, 3 в 3 колесах видеть, в 4 не видеть. Ну, Саша сказал, делаем, то есть хочу, чтобы все было нормально. Заказываем мы этот датчик, меняем, ставим. Сейчас все, все 4 колеса, сейчас все прекрасно работают. Когда меняли датчик, я сбросил Саше фотографии и его резины. Тоже сейчас здесь прикреплю. Ну, вы видите, да, состояние резины, оно ужасное. Очень часто на американских автомобилях вот такая резина приходит. Причем спереди и сзади были по 2 разных колеса, и это еще нормально. Бывает, что все 4 разных производителей или разных моделей. Показал Александру, как бы, сказал, что сезон докатать можно, но не очень безопасно и надо. Саша сказал, будет новых 4 колеса. 8-800 с доставкой мы получились колеса, да, тебе? Ты же вот эти купил, которые ты мне ссылочку сбрасывал, да, за 2-200, там, чуть меньше, чем 2-200 за колесо. Да, поменялись, естественно, все масла и фильтра. Значит, смотрите, масло до 880 гривен, фильтр воздушный 260 гривен, фильтр масляный 175 гривен, фильтр салона угольный 230 гривен. Колодки тормозные передние были изношены очень сильно там уже на минимуме, прям не то, что на минимуме, а практически металлом терлись. Здесь колодки 750 гривен, задние, слава богу, хорошие, но передние пришлось поменять, 750 гривен было за комплект. Того, в общем, может, что-то я еще забыл, какие-то по мелочам, какие-то детали, вернее, по мелочам, но я прикидывал общий бюджет вот этого всего, вот этих доработок. Он составил порядка 800 долларов, там, без пару долларов, 800 долларов, это все, это, что мы потратили к этим 9200, которые были уже озвучены ранее. Грубо говоря, бюджет автомобиля получился уже 10, да? Да, вот в 10 тысяч, при расчетном в 9. При этом аккумулятор, он еще походит, я тебе говорил, до осени он еще доездит, но когда наступит холода, скорее всего, аккумулятор придется менять. Не было докатки, не было домкрата, не было баллонника, ну, его и сейчас пока ничего нету, Саша там уже сам купит в Днебре, я такой, ну, да, с тобой поговорили, ты так потом ничего не сказал. За докатку просят от 80 до 100 долларов, шевролетовскую, вот такие на них цены. Приехал автомобиль без нее, тырят их обычно не, как вы все думаете в Одессе, обычно, друзья, тырят их где-то в Америке, потому что на аукционе фоток багажника нет никогда, и была ли там запаска или не была, доказать очень сложно. Когда машина попадает в порт и присылают фото из порта, с этого момента, если там на фото получилось, что есть, видна запаска, то есть с этого момента ничего не пропадает. Приезжает и в Одессу, и приезжает клиенту, всегда 100% случаев, все, что было на фотографиях, все доезжает, в Одессе никто ничего ни разу не украл. Что-нибудь еще нужно будет докупить, может коврики какие-то захочется, потому что там текстильные есть коврики, которые были с машиной, но может быть сейчас придет осень, надо будет резиновые, может быть сделать тонировку. Планируешь тонировать, не планируешь? Коврики я уже заказал, ну тонировку коврики, я вот эти Ева взял, передний, задний и багажник вышли 2,800. Вот, еще 100 долларов, да, то есть еще 100 долларов, то есть это уже к тем, что я насчитал, 10, уже 10-100, то есть уже по факту. Сейчас едем на сервис, Саша машину еще не видел, видел только по фотографиям, там по каким-то моим, а и самое главное, что я еще не сказал, ну Александр об этом знает, пока решения этой проблемы нет, мы когда делали диагностику, обнаружили потеки масла на двигателе, но двигатель весь в масле, масло старое, то есть они ездили еще с этими потеками по Америке очень давно и тяжело понять, откуда именно оно течет. Вот, задняя стенка двигателя вся в масле, не совсем понятная, она уже застаревшая, припавшая пылью, то есть видно там немножко свежая и старая, то есть, блин, ребята, это Opel, это Chevrolet, Opel, неплохие двигателя, но вот вечно, вечно там что-то подтекает, вечно там что-то нужно ремонтировать. Вот такая история, вот такой бюджет покупки оказался, вроде бы 9, за такую комплектацию и такой пробег 15-й год вроде бы неплохо, а 10 вроде бы как уже, да, и... Получилось так, что наше государство сделало там перерасчет по растаможке, плюс там 200 долларов, и вот, может быть, мы и вышли бы на этот бюджет. Идемте посмотрим. Салон. Самая изюминка, мне кажется, с этой машиной. Это салон. А, вот еще что было, смотрите, сейчас покажу, за ключ забыли сказать. Вот так выглядел ключ, плюс вот этой кнопочки не было, ну, так приехал, опять же, как ты на аукционе определишь, висит ключ, да и висит, а какой он, ну, никогда не понятно. Во-первых, вот эта кнопка порвана, кнопка закрытия вообще не работала, не закрывает машину, он только открывает ее, открывает багажник, но не закрывает, кнопка не работает. Ну, и, как бы, видите, да, этот ключ. Пришлось сделать новый ключ, полторы тысячи гривен обошлось. Это, кстати, ну, 800 это обходило, я просто не все помнил, пока по дороге мы ехали. Садись, заводи. Вот этот ключ похож на ключ. Да, тут смотри, вперед-назад электро, тоже, опять же, комплектация. Да-да-да, подвигай, это же я ездил, все же знают, как я езжу, за мной потом, кстати, место сразу стало сзади, можно провести тест. Если за Сашей садиться сзади в крусах. Ты сел удобно, Сань? Ну, вот, ну, мне, вот сейчас мне места хватает здесь, можно ехать, да, я высоковатый, чуть у меня упирается немножко голова, но, если, допустим, Саша, вот с Сашиным ростом, как он сел, то колени все помещается прекрасно. По опциям тут рассказывать, тебе разберешься, не разберешься, основное, это управление компьютером бортовым, это здесь, вот, сейчас я тебе включил, оно сразу километры в час показывает, тут уже тоже 103 тысячи километров, и мы уже перевели, да, топливо, таймер, ну, это данные по поездке, вот, тут это давление, то, что я тебе говорил, масло 98%, я тебе тоже выставил, потому что, потому что, да, да, я сбил, все выставил, Потому что было, там, 5%, и масло было чернющее, но я тебе фотки сбрасывал, масло было очень плохое, не доводи до такого состояния, раз в 8 тысяч, наверное, ну, меня, не в 10-15, я думаю, давай проедемся с тобой, кружочек, сделаем тест-драйв, запишем еще твои эмоции, я тебя отпущу, чтоб не держать. Так, ногу, смотри, все, забывай про левую ногу, на площадку, все, правой ногой, газ, тормоз, снимаем с ручника, там сейчас на подъемник такой накатик, поэтому давай в драйв, и чуть-чуть ходом, так раз, мы запрыгнем на него, а потом съезжать будем аккуратно, давай, раз, давай газку, оп, все, тихо, теперь потихоньку, чтоб там не спрыгнули, все, и выезжаем туда, направо. Да, под настрой, может, встань, если надо, под настрой зеркала, все отрегулируй боковые, там, как-то, понимаешь, ездил на ней, я под себя настраивал. Какая машина у тебя была до этого? Ланос, в Ланос я ездил, я знаю. Как по жесткости, вот это как раз тут сейчас такой. Да, вполне нормально, мне нравится. Нет, мне нравится. Сейчас налево. Набирает, так хорошо. Не знаю, не ездил там на 2,5, но 1,4 довольно неплохо. Нет, он хорошо едет, он неплохо едет для своих 140 лошадей, плюс тут, по-моему, под 200-198 крутящего, из-за того, что тут турбомотор. Неплохо, это же единственный недостаток этих апеллевских движков, что вечно у них где-то что-то начинает подтекать, какие-то прокладки, там, еще что-то. Про это, ну, двигатель, в принципе, уже давно, и много людей знает, как занимать, работать. Смотрел, думал, что же выбрать, в этот же бюджет, в этот бюджет появлялась только Ford Focus. Ну, мне по отзывам, мне не понравилась вот эта вот коробка, которая в обод, она и купить машину, потом встрять еще на штуку баксов, на ремонт коробки. Ну да, прикинь, вот эта вся история с Крузом, там тоже, она же не исключена, ну, в любой тачке из-за США, это, да, направо сейчас так проедемся, там, чтобы ты чуть разогнался, я хочу, еще выйдем на, там, широкая такая дорога. Это вся история, ну, может, и с фокусом случится, только еще и коробка может случиться, ну, тут, как бы, коробка, двигатель, это, ну, там, термостат, да, это не так прям критично дорого, ну, а прикинь, еще, вот этой, к этим 800 еще добавить 1000 коробку, и такой, думаешь, е-мое, ну, нафига. И так сейчас напишут в комментариях, что, типа, 10 тысяч, там, можно было джету пригнать, там, можно было Passat за 10 тысяч. Да, да, да. Ну, то есть, да. Ну, он в комментариях напишет о том, что, на, этот, на Рио, если зайти, на Рио они по 8 стоят, готовы, уже зачем было ждать 4, больше 4 месяцев. Ну, тут никто не знает, да. Ну, тут никто не знает, да, никто не знает, какая она там. Ну, да, тут, как бы, уже, уже, как минимум, ты сейчас заберешь, и тебе не нужно посмотреть по тече, но единственное, это, опять же, мы бы сделали это, ну, просто, реально, я же не буду на ней сейчас тебе 500 комментариев. Я уже много метров накатывай, чтобы понять, где у тебя течет масло, поэтому уже, как бы, выбо чай, но уже, как есть. Тут можешь чуть-чуть наступить, от полиции нету, до ближайшего светофора, так, левый ряд перестраивать, и развернемся. Давай, газку поддай, не бойся. Боишься? Да я пока не привык, не знаю. Я понял. Ну, на светофоре разворачиваться, и едем обратно. да кожа и так красиво смотрится мне тоже очень понравилось единственное я не понял камеры нет такой большой цветной монитор и нет камеры я хотел тебе предложить установку камеры ну андрей бы сделал тебе это но мы начали разбираться ну чтоб не предлагать зарядку решили сначала разобраться мы не нашли ни схем никаких по джему как подключить потому что монитор цветной есть уже хочется уже была камера я хотел думаю предложу тебе мало ли все равно мы тебе дешевле сделали чем ты там потом себе где-то делал но не нашли ни схем никак подключить ну то есть методом тыка потом что-то экспериментировать но решили что я тогда тебе уже не предлагал но камеры реально тут ничего мне не хватает этой комплектации это камеры заднего вида я с камерой не ездил я не знаю тебе ты не ездил тебе не будет не хватать потому что но я ездил с камерой все время я на ней когда передвигался мне от камеры привыкаешь это опция такая вроде и мелочь но она очень приятно я тоже хорошим быстро привыкаешь потом ты раз и сюда я сразу раз сюда ничего не показывает такой блин надо что по зеркалам смотреть вспоминать есть косячки по кузову небольшие следствие эксплуатации там школы есть тяточки ну опять же красить не будем из-за этого всю машину скажу честно не лучшее состояние по кузову пришло из того что обычно приходит ну где-то тебе тоже в этом плане немножко не повезло ну много вот мелких каких-то мы подполировали там локально что могли такое хотя большого полировка и уходила много мелких таких косячков которые красить не будешь из-за этого чуть неприятно ты потом их будешь видеть я тебе заранее просто готовлю чтобы ты потом не расстраивался ну как бы ну опять же это тачка из сша по фотографиям покупаешь да ну увидеть там сколы где-то на дверях или какие-то царапки или что-то еще на бампере ну не рассмотришь с кондиционером в принципе так хорошо тянет я думал когда будет кондиционер то так просядет не ничего тут не просядет хватает вполне кондиционера кондиционер рабочий дует тоже нормально ты чувствуешь дальше на улице уже 29 здесь где-то оставить возле mazda становись ну что ж друзья вот такой сегодня получился выпуск вот такой chevalier cruz практически тысячу долларов мы не влезли в бюджет покупки этого автомобиля чья это вина судите сами но предупрежден значит вооружен такая история с тачками из сша случается довольно часто вы покупаете машину фотографии на иншуренсе там хотя бы есть круговой обзор 360 на копарте как правило нет даже этого пишите в комментариях что вы думаете об этому поводу про бюджет этого автомобиля насколько он оправдан насколько вообще оправдана покупка американской тачки включая все вот такие моменты которые которые могут приключиться не только с александром а с принципе с каждым из вас у меня на сегодня все спасибо всем кто досмотрел до конца обещаю не делать таких длительных пауз по крайней мере буду очень сильно стараться всем здоровья и хороших автомобилей всем пока друзья